Катерина темная Отработка адептка Тайлы или как влюбить инкуба Отработка один Пожухлый том Я беспросветная дура. Как меня еще земля родная носит? Я на ее месте прикопала бы по-тихому, чтобы картину мира не портила. Ну или образумила. Хотя меня и образумить? Что-то мне в это мало верилось. А теперь, адептка Тайлы, я хотел бы услышать подробности. Из уст самого декана это звучало как угроза. Я сглотнула. А ведь все было так хорошо, пока я его не встретила. Да, я влюбилась в собственного декана. И ладно повздыхала бы по нему тайком, как остальные адептки, через декаду-другую переключившись на нового красавчика. Нет, я втюхалась по-настоящему. Знает? Знает, демоны его раздери. Чен, требовательно. Простите, магистр Диэн, но я как слуга своей госпожи, без ее разрешения не могу вам ничего сказать по этому поводу, — ответил стоявший рядом со мной оборотень. Ага, и еще бы он стал рассказывать. Ведь завалиться в драконий бар было его идеей. Так кто из нас больше виноват, что мы немного пошалили? То есть по поводу нескольких сожженных зданий, включая городскую библиотеку и публичный дом, а также заявлениях граждан о танцах на крышах их домов, вам сказать нечего? Декан жестко усмехнулся. О нет! Когда он так делает, то быть беде. Для адепта, конечно, а не для него. И скажите спасибо, что никто не пострадал. Хотя я даже не знаю, кого вам нужно благодарить. Богиню удачи или новую портальную систему пожарной безопасности? Несколько ехидно. Вы хоть представляете, в каком виде оказались некоторые жители на улице? А сколько книг, чья защита не выдержала мощи огня, вы уничтожили? Я еще больше покраснела от стыда. Кшену зрелище с публичным домом понравилось, а вот мне нет. Да и я так плохо видела под градусом, что разглядеть с крыши соседнего уцелевшего здания не смогла. Я понимаю, что городские власти не особо устраивают горожан, но разрисовывать портрет града правителя – это как минимум недостойно адепта Академии стихий, а как максимум карается двумя декадами заключения под стражу. Хорошо, хоть отговорил от Шена кое-что неприличное там молевать, и в итоге он только подрисовал усы, бородавки и рога. Вчера было очень смешно на это смотреть, сейчас мне что-то совсем не весело. А если представить, сколько срока прибавят сожженные здания к этим двум декадам? «Не знал адепт Катайлы, что вы столь сведущий в мужской физиологии», – ухмыльнулся декан. «Хотя после вчерашнего вами же и устроенного представления удивляться нечему, и перед нами материализовался тот самый портрет, на котором…» Я гневно посмотрела на Шена. Оборотень сделал вид, что он тут ни при чем, и отвернулся. «Ах он гад!» «Все-таки пририсовал кое-что неприличное, и когда только успел?» «Расколдовывать магистра бытовой магии я буду?» Декан поднялся со своего шикарного кресла. «И зачем вам понадобилось, чтобы он исполнил стриптиз на главном полигоне? Не хватает острых ощущений? Сходили бы в сожженный вами публичный дом? Вопреки поверью, что бытовые магии – это какие-нибудь выжившие из ума старички, которые решили заняться столь бесполезной штукой под старость, наш магистр бытовой магии был высоким статным мужчиной, который обаятельно улыбался и таскал к себе в кровать адепток, часто даже не по одной. От него тоже многие тащились, и, кстати, утром мне пришло много благодарностей от восхищенных зрительниц. Но больше всего меня удивило это. Ухмыльнулся Декан, достал из ящика конверт и подошел ко мне. «Возьмите, адепт Катайлы». Он стоял так близко, что мое сердце грозило не выдержать. «Демоны!» И ведь чувствует, знает, что я готова сейчас полжизни отдать хотя бы за одно прикосновение. Дрожащей рукой я взяла конверт, и под пристальным взглядом нашего Декана, явно не собирающегося отходить, аккуратно достала и развернула письмо. Тшен даже подался ко мне, нагло подглядывая. «Читайте вслух, адепт Катайлы», — грозно сказал Декан. «Это приказ». Я сглотнула, но противиться приказу магистра Диэна равнозначно самоубийству, а я пока что очень хотела жить. Уважаемый Ниэрг Диэн, Декан факультета защитной магии Академии стихий, «Мы, шестая стая драконьей долины, от всех входящих в состав стаи драконов, просим вас не разрывать сердце горячо любимой нами адептки Миан Тайлы на части. Разрыв сердца в 99% случаев грозит летальным исходом, в связи с чем мы просим вас обратить на адептку особое внимание, свойственное вам как инкубу. Я даже запнулась, чувствую приближающийся ко мне полный пипец». В случае смерти адептки Тайлы, шестая стая драконьей долины обязуется сжечь не только столь нелюбимой адепткой Тайлы городскую библиотеку и оскорбивший ее почетного хранителя публичный дом, но и остальные здания города и Академии стихий. С надеждой на понимание шестая стая долины драконов. Внизу стояли печати стаи и главы рода, подтверждающие серьезность заявления. Рядом пытался сдержать ржач Кшен. Его плечи мелко подрагивали, он даже рот закрыл рукой, чтобы скрыть улыбку. «Вот сволочь!» Я со всей силы наступила ему на ногу. Парень ойкнул, вспомнил, где находится, и заткнулся. Я боялась поднять глаза на декана. Медленно сложив письмо, убрала его в конверт и неуверенно протянула обратно. Мужчина забрал у меня причину моего стыда своими длинными красивыми пальцами, после чего отошел. Я все так же стояла, опустив голову и глядя на носки своих черных сапог. «Что же мне с вами делать, адепт Катайлы?» спросил магистр Диэн. «Я должен отправить вас к ректору, но, учитывая причиненный городу ущерб, вы будете отчислены сегодня же и направлены отсиживать сначала две декады в темнице, а затем суд, где вам дадут примерно еще пару лет». Сумму за ущерб, которую вам придется выплатить городу и его жителям, вы без моих подсказок можете себе представить. «Вчера мне не казалось, что все настолько серьезно, а о подобных последствиях я даже и думать не могла». На глаза навернулись слезы. «Только не отчисления. Я в эту академию попала с третьего раза. Честно отучилась три года и намеревалась учиться еще два, чтобы получить диплом и стать квалифицированным счетом». «Ваш отец, конечно же, не даст вам сесть даже на эти две декады и заберет на родину, заплатив любой штраф поверх остальных обязательных выплат. Но вас все равно отчислят. Без права на восстановление», — продолжил декан. «Вы этого добивались?» Я молча вытерла слезы, чувствую себя униженной и растоптанной. Хотелось сбежать. Куда-нибудь подальше, только чтобы не слышать этого ледяного тона и не видеть презрения, которое наверняка сейчас есть в глазах преподавателя. Это же насколько я отчаялась, что вчера с пьяну все драконом выдала. Обычно я так не болтаю и не устраиваю подобный хаос. «Я не слышу ответа, адепт Катайлы». Довольно резко. «Нет», — всхлипнула я. «Прекратите реветь». «Хорошо». Но, несмотря на мои слова, слезы покатились еще быстрее, заставляя меня каждую секунду смахивать их рукой. Чен рядом успокаивающе коснулся меня магией, стараясь выровнять эмоции и унять головокружение. Никогда не понимала, как эмпатам удается крутить чувствами. Хотя сейчас что-то не шибко действовало. «Адепт Катайлы», — повысил голос декан. «Отработка. До конца года каждый учебный день будете являться после пар в мой кабинет». Я опять всхлипнула. Хоть выходные оставил. «Идите уже», — устало вздохнул магистр Диэн, «и не советую в ближайшее время выходить в город». Я, не глядя на него, поклонилась и вылетела из кабинета, направляясь куда-нибудь, только подальше, от учебного корпуса, от кабинета декана и от него самого. Позорище какое! И как же стыдно! Надо же было учинить такое! Да я в жизни так масштабно дел не творила! Пока я неслась по коридорам, не видя ничего запеленной слез, обиды и стыда, сзади бежал Тшен, выкрикивая. «Осторожно! Женская истерика! Сопли, слезы, неустойчивая магия! Полный набор, способный снести все на своем пути!» Резко схватив ничего не ожидавшего адепта, попавшегося ему на пути, и оборотень прохрепел. «Бегите, глупцы!» Сейчас мне было даже не обидно, и в отличие от него ни разу не смешно. Путь мой закончился, когда я с силой врезалась в неожиданное препятствие, больно ударившись обо что-то твердое и холодное. Подняв заплаканные глаза, увидела удивленного Кемна. Он обхватил меня руками и выставил назад ногу, чтобы мы оба не грохнулись. На груди адепта красовался крупный круглый медальон, чей рисунок наверняка отпечатался у меня на лбу. «Эй, Мини, ты чего?» Спросил Кемн. «Ну-ка, пойдем поговорим. А вы пошли прочь, кыш, орда любопытная!» Адепты цыкнули, хмыкнули, фыркнули, но начали расходиться. Кем наслушались? Он был большим, сильным и умным. «С таким попробуй не посчитайся, потом сам не досчитаешься нескольких зубов, а их восстанавливать очень неприятно». Тем более он учился на факультете боевой магии и мог любому навалять. Затащив меня в ближайшую пустую аудиторию и усадив прямо на преподавательское место, парень протянул коробку салфеток, которую нагло стащил, прямо из чьих-то магистрских запасов, спрятанных за кафедрой. После того, как я взяла упаковку, громко шмыгнув носом, он повернулся к Чену. «Блохастый! Чего это с ней?» спросил Кем. «Ну, хватит тебе!» обиделся оборотень. «Один раз всего было. Вывел я их». «Не суть. СМИ, что случилось? Это из-за того, что она заколдовала бытовика? Или из-за того, что сперла у нашего декана скипетр?» Слезы высохли за секунду. Глаз нервно дернулся, «Ш-ш-ш-что и у кого я сперла?» пропищала. «Я видел, как ты тащила из комнаты магистра Гренда его любимый скипетр. Это было круто! И как он только тебя не заметил!» удивленно спросил Кем. Сначала Академия чуть вздрогнула, а затем, разносясь по всем помещениям громким воплем, раздалось злое. «Адептка Тайле! Срочно ко мне в кабинет!» магистра Гренда. Он, видимо, поставил маячок на свое имя и на слова типа «красть-воровать», чтобы поймать вора, когда он будет об этом говорить. «Теперь мне точно конец!» «Убейте меня!» взмолилась я. «Я сказал быстро!» рявкнул декан факультета боевой магии на всю Академию. Договорившись, с кем нам встретиться позже, если выживу, я вместе с Тшеном отправилась на собственную казнь. Не хватило мне люлей от своего декана получить, так теперь от чужого получу. И самое паршивое, что я ну абсолютно не помнила ни про какой скипетр. Я о нем даже не знала. Кабинет магистра Гренда находился в точности под кабинетом магистра Диэна. Мне потребовалось всего лишь спуститься на этаж ниже и пройти левое крыло. Около двери стояли перепуганные привратника и напряженный магистр Эйн. Глава безопасности Академии. При виде меня они оба нахмурились и скрестили руки на груди. Я было остановилась, но Тшен, шедший позади, легко подтолкнул меня вперед. «Я с тобой, Ми, я с тобой», тихо сказал он, «что бы ни случилось». Меня это немного подбодрило, и я опять направилась к кабинету, игнорируя недовольные взгляды. «Не стыдно?» спросил привратник. «Я ничего не делала», уверенно. «А ты сначала докажи», упер руки в бока дедок. «А вот и докажу». Я толкнула дверь и без стука зашла в кабинет. Магистр Грент о чем-то спорил с магистром Диэном, активно жестикулируя. Я их не слышала из-за полога тишины, но отчетливо видела ненависть в глазах декана боевой магии и раздражение в глазах декана защитной магии. Я склонилась в поклоне и осталась стоять так, дожидаясь разрешения выпрямиться. Тшен сделал то же, остановившись рядом со мной. Вражда этих двух нелюдей началась задолго до моего поступления в академию. Когда я пришла, меня сразу же предупредили, что лучше не находиться рядом с магистрами, если они столкнулись друг с другом. Декан факультета боевой магии ненавидел нашего декана с такой силой, что наши проклятийники еле успевали снимать его ненамеренное проклятие, направленное не только на магистра Диэна, но и на его адептов. Отлично. Теперь я не только стою рядом с ними, но и явно являюсь причиной их спора. От кого мне достанется больше? Меня точно отчислят. И будут правы. Я всегда держала себя в руках и никогда не устраивала пьяных выходок. Но то, что было вчера, непрофессионально. «Демоны с тобой!» прорычал магистр Грент. Прошел мимо меня, злобно сверкнув глазами, хлопнул дверью и ушел. «Выпрямитесь», — вздохнул наш декан. Я хоть и встала прямо, но глаз не подняла. «Выходные отменяются», — скрестил руки на груди магистр. «На них ваша отработка будет начинаться в девять утра. Все ясно?» Удивленно посмотрела на мужчину и неуверенно кивнула. «Идите». «Холодно, без единой эмоции. Отрабатывать начнете с завтрашнего дня». Я опять поклонилась, переглянулась с не менее удивленным дженом и вышла из кабинета. Главы безопасности и привратника тут уже не было. Странно. Я была уверена, что меня отчислят. Нет, конечно же, я безумно рада тому, что влетела лишь на отработки, но... Меня даже к ректору не отправили. В этот раз решила пойти прямиком в общагу. С кем нам встречусь перед отбоем, а пока что посижу по-тихому, подумаю, поплачу, пострадаю. Что там еще делают бедные девушки с разбитым сердцем и напрочь разгромленной репутацией приличной адептки? Утро встретило меня мурчанием. Я медленно гладила белого кота, улегшегося мне на грудь, и думала о том, что сегодня я не только встречусь с обоими магистрами на парах, но и пойду на отработку к одному из них. А если меня все-таки сдали ректору? И как все уладили в городе? Связаться бы с драконами, сказать, что жива, поблагодарить, что ли? «Чэн, слезь», — сказала я. «Мне собираться нужно». Кот проигнорировал мои слова, лишь слегка дернув хвостом. И эта слуга, скорее наоборот, это же я его тут наглаживаю. «Чэн», — протянула. Дверь в комнату чуть не слетела с петель, явив мою наипрекраснейшую соседку. Эльфийка поправила выбившийся локон, смешно сморщила носик, закатала рукава и уверенно направилась ко мне. «О, нет! Только не...» «А ну, вставай!» — рявкнула она своим мелодичным голосом. «Ты опять опоздаешь, Миан!» «Пойдем уже, сколько можно тебя будить!» «Это все Чэн виноват», — нагло соврала я. Кот поднял голову и обиженно на меня посмотрел. Гордо распушившись, он поднялся, задрал подбородок и спрыгнул на пол, уходя по своим утренним делам. «Вот опять ты все над Шена сваливаешь!» — хмыкнула подруга. «Ну, Ми, пойдем уже! Сегодня у нас совместная пара, а ты решила на нее опоздать!» «Прости!» Я неохотно встала, но пошла умываться и собираться. Сдвоенные пары практиковали довольно часто. На них адепты-первокурсники часто пытались что-нибудь выкинуть по незнанию, выпендриваясь перед другим факультетом. Но мы уже были учеными. С нашими преподавателями такое не пройдет. Лучше просто спокойно учиться. «Сегодня ты сидишь со мной», — радостно щебетала девушка. «Ты не представляешь, что вчера было. Не знаю, где ты ходила, но кто-то сжег пол города, изрисовал портреты политиков и заставил преподавателей во главе с ректором танцевать стриптиз. Жаль, я не видела. Успела только на бочке с вином на тренировочном полигоне. Вкусное вино было». «Откуда ты его взяла и по какому поводу проставилась?» «Я взяла?» «Пол города?» «Портреты?» «Предподавателей с ректором?» «Вэй!» — взмолилась я. «Давай не будем об этом!» Девушка уперла руки в бока, глядя на меня, выходящую из ванной комнаты. Она, как всегда, стояла с гордо выпрямленной спиной и большой грудью, привлекающей внимание мужчин. «Красотка!» «Блондинка с фиалковыми глазами и обалденной фигурой!» «Я, конечно, тоже ничего, но далеко не эльфийка!» «Я твоя лучшая подруга или кто?» гневно спросила она. «Лучшая подруга!» «Тогда расскажешь!» «Ладно, ладно, дай только собраться!» вздохнула я. Подойдя к шкафу, достала оттуда форму, удостоверилась, что дверь закрыта на замок, а окно шторами, и начала переодеваться. Сзади шуршала моими тетрадями, листочками и учебниками Вейлара, помогая собраться. «Я слышала, ты вчера стояла на ковре у вашего декана!» промурлыкала девушка. «Отвянь!» покраснела я. Она знала, что я без ума от магистра, спалила меня сразу же. Подкалывала, конечно, но при этом успокаивала долгими ночами, когда я плакала сначала в подушку, а потом ей в ночнушку. Эльфийка тоже позавчера узнала про особенность инкубов, присутствуя со мной на сдвоенной паре, так что и об осведомленности декана теперь знала. «Это было ужасно!» вздохнула я. «Даже представлять не хочу то, что он по этому поводу думает. А что такого? Ты красивая, молодая, умная». «Для человека, а про умную лучше молчи». «Ми, внешность не главная». Я застегнула пиджак, повернулась к подруге и взяла протянутый рюкзак. Она печально смотрела на меня, грустно улыбаясь. «Забудь, Вэй!» Я подошла и приобняла ее за плечи. «Спасибо за твою поддержку, но не стоит. Это все глупости». «Надеюсь, Ми, надеюсь», тихо ответила она, и мы, проверив комнату, вышли в коридор. Ожидавший в своем человеческом обличии Чжен как раз флиртовал с какой-то первокурсницей. «Она, кажется, тоже оборотень и тоже из кошачьих. Вроде осень, а они ведут себя как весной. Хотя откуда мне знать, когда у них там начинается брачный период». «Ты идешь?» спросила я парня. Он недовольно на меня взглянул, поцеловал ручку девушки и подошел к нам. «Все-то ты портишь», недовольно сказал Чжен. «Я уже поняла», грустно улыбнулась. «Эй, я пошутил», встревоженно посмотрел на меня оборотень. «Пойдем, а то опоздаем». И, приобняв меня за плечи, Чжен сделал первый шаг навстречу новому дню. Адепты перед парами были похожи на стихийное бедствие. Они носились по коридору на всей своей сверхскорости, сшибая всех подряд. Баловались магией, наколдовывая кому-нибудь угри или поджигая форму. Некоторые даже левитировали, чтобы быстрее занять места на галерке. Первые парты у нас не в почете. Не поболтать, не дурью помаяться, не поиграть в битвы пиратов. Что же до меня? Я, наоборот, всегда любила сидеть на первой парте. Там хорошо слышно, хорошо видно и не отвлекает никто. Но сегодня я, пожалуй, сяду куда-нибудь подальше. — Давайте на выходных сходим куда-нибудь, развеяться, повеселиться, предложила девушка. Я, кажется, уже довеселилась позавчера. — А у нее теперь выходных до конца года нет, — сдал меня Чен. Он шел впереди, повернувшись к нам лицом и тараня спиной адептов. — Как это нет? — удивилась Вэй. — Отработку назначили, — ответила я. — По выходным? — Поверь, меня могли отчислить еще вчера. Лучше и по выходным учиться, чем сидеть дома со справкой о неоконченном образовании. — Все равно это как-то... Девушка посмотрела вперед. — Осторожно. Чен не успел среагировать, наступил во что-то черное и мерзкое, размазанное по всему полу. Поскользнулся и грохнулся. Рядом заржали адепты. Я тоже улыбнулась, протягивая парню руку. — Что это за хрень? — спросил он, к чему-то принюхиваясь. — Судя по цвету, кускам ингредиентов и запаху, а также расположению этого пятна близ кабинета целительства, это недоваренная настойка от насморка, — сказала я. — Вы, как всегда, поразительно точны, адепт Катайлы, раздался женский голос. Мы повернулись и поклонились нашей преподавательнице по основам целительства. Магистр Лотос легким движением руки убрала с пола и тшена и остатки зелья и отпустила нас дальше. — Да, бедный адепт, натворивший это, будет теперь драйц месяц аудиторию. — И как ты только что-то в этом понимаешь? — спросила подруга. — Ненавижу все, что связано с целительством. Пусть этим целители занимаются. — Ты точно эльфийка? — прищурилась недоверчиво. — Видимо, я вся такая исключительная, — гордо заявила девушка. — А если целителя рядом не будет, — хмыкнула я. — Придумай что-нибудь. До аудитории мы добрались без приключений. Шен перекинулся в кота и на руках Увей отправился занимать место. — Ну, конечно, так я ему и поверила. Да ему просто не терпится прижаться к ее груди. — Ах уж эти парни! Я же остановилась. Недалеко от двери в аудиторию стоял Шерт и манил к себе пальцем. — Он у нас знаменитость. Выпускная группа, принц Дроу, лучший боевой маг в академии и самый настоящий ловелас. И чего такому нужно от обычной адептки? Убедившись, что его помахивание относится конкретно ко мне, я решила не игнорировать столь значимую особу. Стоило мне приблизиться к парню с готовым сорваться вопросом «В чем дело?» как он утянул меня за колонну и поставил блок. Я от удивления так и осталась стоять с открытым ртом. «Есть разговор», сказал он. «Да ладно», выдала я с несвойственным мне сарказмом. «Так, Миен, не стоит на нем срывать свое напряжение». «Миен, ты ведь увлекаешься артефактами», прищурился Дроу. «Ну да, а что?» удивленно. «Хочу попросить тебя сделать для меня артефакт. Заплачу». «Мастеров в городе много, я даже не...» «Никто не должен об этом знать», перебил меня адепт. «Ты же знаешь, что я второй принц империи Дроу, ведь так?» «Ну да». «Ну так у нас началось устранение возможных кандидатов на престол. Доверять мне некому, а ты единственная из артефакторов, которые до политики как до орка-балерины». «Вот это он зря. На орка-балерину я бы посмотрела». «Нет, ну правда, интересно же». «Да и кем проговорился, кто ему клинок сделал?» ухмыльнулся Дроу. «Но я же его не ковала», возразила. «А я и не про это». Я вздохнула. «Теперь у меня нет личного времени, когда я буду это делать. Хотя... деньги лишними не будут, не посплю ночку, ничего страшного. Давай обсудим это сегодня ночью». «Ночью?» удивился Шерт. «У меня отработка сразу после пар каждый день и выходные тоже», вздохнула. «Ничего себе накосячила». «Не говори». «Хорошо, я приду ночью. Не забудь предупредить свою подружку». «Постараюсь». Секунда и его рядом нет, а я уже вхожу в аудиторию, чтобы...» «Ты же любишь сидеть на первой парте?» засверкала белоснежной улыбкой эльфийка. «Издеваешься?» Я выпучила глаза, намекая ей на произошедшее. «Пойдем назад». «Я уже разложилась», надулась девушка. «Сложись обратно», зашипела. «Мне уже хватило острых ощущений, и ежедневные отработки позволят мне наслаждаться нашим деканам каждый день, так что на паре я хочу обойтись без этого. Боги, я же так и до прогулов могу дойти». Я не заметила, как лицо Вейлары вдруг перестало улыбаться и приняло серьезное выражение. Не обратила внимания и настигших адептов, рассевшихся по своим местам. Даже Чжен в облике кота тихо уполз под стол, чтобы его вообще не было видно и слышно. «Адептка Тайлы!» раздался совсем рядом голос магистра Диэна. Я подпрыгнула, рванула вперед и оказалась рядом со своим стулом, испуганно глядя на декана. Он стоял чуть позади места, где секунду назад была я, скрестив руки на груди и прожигая меня взглядом своих невероятно серых глаз. Будто небо после дождя. Мое сердце сделало кульбит, которому позавидовал бы любой любитель экстрима, после чего умчалась куда-то в пятку. Нервно сглотнув, я постаралась придать своему лицу безучастное выражение, но не тут-то было. Когда рядом стоит мужчина, о котором мечтаешь по ночам, хочешь не хочешь, но краснеешь. окраснеть я умела до самых кончиков ушей. Как же стыдно. Вы с каждым днем все больше меня удивляете, сказал он, делая еще шаг и опираясь ладонями о парту, приближая ко мне свое лицо. Назначить бы вам отработку, да в вашем расписании для них уже нет места. И что же мне с вами сделать за ваше наслаждаться деканом? Сзади кто-то захихикал. Магистр Диэн чуть наклонил голову, заглядывая за меня. Наступила гробовая тишина. Адепт Гердин, холодно сказал декан. Послышался звук отодвигаемого стула. Бедный вампир, не сдержавший эмоции, встал. В отличие от меня у него еще куча времени для отработок, так что... Вам весело, адепт Гердин? спросил преподаватель. Нет, магистр Диэн, неуверенно ответил однокурсник. Полагаю, эту декаду вы будете счастливы кормить Тайтарха, сдержанно улыбнулся он. Да, магистр Диэн, грустно донеслось сзади. Тайтарх это крупного размера ящер, которого как-то припер выпускник после прохождения практики в богами забытом месте. Ему стало жалко довольно умную зверушку, и диплом он в итоге писал на тему его приручения. «Подчинить подчинил, но Тайтарх кроме парочки магов никого не принимал, так что бедному вампиру придется ох, как непросто». «Садитесь, адепт Гердин», разрешил ему преподаватель, после чего вновь посмотрел на меня. Он долго всматривался в мое пунцовое лицо, находясь слишком близко. Это пугало так сильно, что у меня даже коленки затряслись. Все знают, что никого страшнее нашего декана нет. По сравнению с ним магистр Грент со своим факультетом боевых магов просто солнышко. «Я слышал, у вас проблемы с некромагией, адепт Катайлы?» спросил он. «Да», покраснела еще больше я, хотя казалось, что дальше некуда. «С некромагией у меня были не просто проблемы. Я вообще не могла ничего даже слышать о кладбище и мертвецах. Стоило просто подумать об этом, как страх сковывал все тело, не давая пошевелиться. И избавиться от этого страха не получалось у меня никак. Магистр Тайша, наш преподаватель некромагии, ставил мне зачеты только потому, что я правда старалась, но еще веселила его своими криками. Он говорил, что бездарнее меня ученика не видел, и горе мне, как щиту. Это была та еще проблема, но я все же надеялась до выпуска как-то ее решить. Вот и проверим, это и будет вашим наказанием, усмехнулся преподаватель. Я Я даже не выдержала и простонала, понимая, что можно просто пойти и убиться. Вас что-то не устраивает, адептка Тайла? Одна бровь взлетела вверх. Нет, магистры Диэн, что вы? Я счастлива. Довольно мрачно. Садитесь, вы и так потратили достаточно времени и лишили адептов возможности повторить пройденный материал. Убираем вещи и пишем самостоятельную. Я села, чувствую на себе злые взгляды одногруппников. Вместе со всеми достала листок, на котором аккуратным почерком вывелся мой вопрос. Особенности сексуальной магии инкубов и способы защиты от нее. Прочитала написанное. Он издевается? Я опять покраснела. Не думала, что подобные темы мы тоже будем рассматривать на парах. И вообще, как мне писать ответ, если мы и правда об этом не говорили? Взглянув на Декана, встретила его пристальный взгляд. Смутилась. Опустила голову. И о чем он только думает? Никогда не поймешь, какие мысли крутятся в его голове. Как я вообще могла в него влюбиться? Или эта его магия на меня подействовала? Только хотела написать первое слово, как на моем листочке ниже опять появились буквы. «Если ответ меня не удовлетворит, адептка Тайла, придется учить вас на практике». Я в шоке уставилась на идеально выведенные буквы. «Это еще что за...» «У всех так?» Незаметно заглянув в тетрадь Квей, я не увидела ничего такого. Даже вопрос у нее был стандартный. «Подглядывать запрещено. Пишите ответ. Наслаждайтесь. У вас пять минут», гласила новая надпись. «Кажется, он мне мстит». Вздохнув, я собрала все свои силы, сосредоточилась, вспомнила все, что знаю по этому вопросу, и начала писать. «Позор! Позорище!» Я сидела в столовой, мрачно глядя на два листочка. На одном из них была моя самостоятельная, которую я писала у нашего декана, а вторая, которую писала у декана боевых магов. Обе были с треском провалены. Если во второй я просто не успела дописать и из-за особой любви ко мне магистра Гренда он влепил мне неут, то про первую я даже говорить не хочу. «А что значит с вашим уровнем мне все же придется показать на практике?» спросил Чжен, заглянув в листок. «А вначале вообще ни слова не разобрать». Я быстро сложила и убрала оба листочка в рюкзак, кинула его под ноги, после чего начала мрачно ковыряться в тарелке. «Эй, Мия, ты чего?» спросила сидевшая напротив Вэй. «Магистр Грэнт, сволочь, нечестно тебе неут влепил». «А что за вопрос был у нашего декана?» «Я когда подглядела, увидела надпись на каком-то другом языке. Ты же его предмет хорошо знаешь?» «Как так?» «Хорошо, хоть он заколдовала, то, представляю, лицо Вэй Ларе, если бы она это прочла». «Я переволновалась из-за случившегося», нагло соврала. «Мне бы отдохнуть пару дней, а сегодня еще и на отработку к нему идти. Он издевается надо мной, что ли?» «Издевался над тобой Грэнт», хмыкнул Чжен. «Он реально меня бесит». «Чего цепляется вечно?» «Ты же все правильно написала». «Я не успела написать принципы». «И что? Другие адепты, дай боги, половину твоего написали». «И ничего». «Я не другие адепты». Мы втроем вздохнули и вновь вернулись к еде. Впереди еще две пары, и не стоит на них опаздывать. Бытовая магия прошла без проблем. На паре по стихийной магии мы проходили магию элементарей земли. Преподаватель попросила меня пойти на полигоны и где-нибудь спрятаться, используя родную силу. В итоге я сделала под землей небольшой пузырь, нагло там улеглась и уснула. Ночью не удалось толком отдохнуть, а в родной стихии переживания словно растворились. Разбудил меня магистр, попросив вылезти. Адепты получили нагоняй за то, что не смогли найти, а я повторные злобные взгляды. Кажется, скоро выстраивать темные. Как бы мне не хотелось, но приближалось время отработки. Я переоделась в форму для тренировок, захватила с собой меч в чехле на всякий случай, повесив так, чтобы рюкзак не цеплялся. Убрала волосы в пучок и грустно вздохнула, глядя на себя в зеркало. Зеленые глаза смотрели с такой тоской, что я даже саму себя пожалела. Не повезло тебе, Меон, сказала своему отражению, но ты просто обязана справиться. Справишься, уверенно заявил Чен. Жаль, только мне магистр запретил с тобой идти. Как запретил? Повернулась к оборотню. Совсем? И он уже получил разрешение от господина. Ну, папочка, ну, удружил! Иди уже, не съест же он тебя, улыбнулся Чен. Удачи! Я поцеловала парня в щеку, захватив рюкзак и отправилась на пытки. Или как иначе можно назвать эти отработки? Началось все весьма неплохо. Я постучалась в кабинет декана, услышала спокойное войдите и толкнула дверь. Помимо магистра Диана в комнате также находилась магистр Лотос. Она сидела на краю стола, ближе к декану, чем разрешали правила приличия, и показывала ему что-то на карте. При виде меня женщина тепло улыбнулась, но с места не сдвинулась. Я прошла в центр и встала, ожидая приказа. С ней и отправлюсь проверить, кивком показал на меня декан. «Нирк, ты же знаешь, что Миэн не в восторге от кладбищ», удивленно посмотрела на него преподаватель по основам целительства. «Я побледнела. Каких это кладбищ? Не надо никаких кладбищ!» «Ей осталось учиться всего два года», спокойно ответил мужчина. «Она даже не может слышать про мертвецов. Как тогда будет защищать клиента?» Мне становилось страшно. «Я же в обморок грохнусь!» «Да, это позор на мою голову, но я ничего не могу с этим поделать. Правда? Я много раз подруга Ньшена и Вэй пыталась себя пересилить. Итог был один. Я падала в обморок. На кладбище я в итоге смогла пойти, но как только вошла, сознание меня покинуло». «Это слишком жестоко, нужно сначала подготовить девочку к этому», возразила магистр Лотос. «Девочку?» жестко усмехнулся Инкуб и посмотрел мне в глаза. «Она уже давно не девочка бороться со своими страхами». «Но...» «Никаких «но», Милена, перебил магистр Диэн. «Поговорим после моего возвращения». Преподаватель по основам целительства вздохнула, грустно на меня посмотрела, но послушно вышла из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я же осталась стоять на месте, пытаясь вскрыть страх и глядя куда-то поверх головы декана». «По правилам я должна смотреть на него, но этого мне совсем не хотелось». «Вы взяли меч», подметил мужчина, поднимаясь со своего удобного мягкого кресла. Я молчала, ожидая, когда мне наконец поведают программу моих отработок. Кладбище ведь было шуткой. Уверена, что магистр Тайшан рассказал другим преподавателям о моих достижениях в некромагии. «Если магистр Лотос знала, то наш декан и подавно, напугать меня решил. У него хорошо получается». Магистр Диен шуршал чем-то где-то в стороне. Я из любопытства посмотрела в ту сторону и тут же встретилась с ним взглядом. Сердце привычно пропустило удар и решило отдохнуть где-нибудь в области пятки. Чувства захлестывали, не давали дышать. «Боги, ну почему это происходит именно со мной?» «Хорошо, что вы напомнили», вдруг сказал декан. «Вы ведь завалили сегодняшний контроль». «Я напомнила? Когда успела? Или это он мои эмоции считал? Боги, может, справка о неоконченном образовании лучше? Не будет же он в самом деле вы, адепт Катайло, когда-нибудь испытывали на себе магию инкубов?» спросил декан. «Ну, я даже не знаю, можно ли считать мои чувства к нему следствием расовой магии. Нет, это не подходит. Думаю, что все-таки нет». «Не знаю, магистр Диэн», ответила я. После моих слов он прищурился и... я почувствовала, как в моем животе сладко сжались мышцы, дыхание стало более глубоким, хотелось кинуться в объятия такого любимого мужчины. Облизнула пересохшие губы и сглотнула. Внезапное дикое желание было вызвано его магией, и я поняла это сразу. «Учить, значит, собрался». Я сжала зубы, но осталось стоять на месте, пытаясь заставить себя прийти в норму. «Вы весьма легко подвергаетесь ей», подметил декан. «Я ведь даже не приложил практически никаких усилий». «Вот сволочь!» «Хотя, учитывая то, какие он вызывает во мне чувства, и без этой магии, думаю, этот пример не совсем честный». «И за что только декан со мной так поступает? Да, я натворила дел, но за это скорее заставляю делать что-то подобающее адепту, а не нахлынувшее желание разом исчезло». Я гневно посмотрела на мужчину, забыв, что ему в глаза вообще лучше не заглядывать, после чего, натолкнувшись на насмешливый взгляд, смутилась и опустила голову. «Потрясающее упрямство, адепт Катайлы!» То ли похвалил, то ли пошутил он. «Значит, с вашим страхом кладбищам можно бороться». «Кладбище-то тут при чем? Мы ж вроде с магией инкубов начали». «Идемте, будете меня сопровождать», сказал он и поманил меня за собой вон из кабинета. То ли я от нервов так туплю, то ли просто дура, но я так и не поняла связи с моим упрямством и страхом к кладбищам. Грустно вздохнув, поплелась вслед за тем, о ком я думала денно и нощно, стараясь не отставать. «Какой же он все-таки высокий, красивый, с потрясающим телом и ужасным характером. И чего я только в нем нашла? Не могла полюбить кого-нибудь из адептов, того же самого Кемна, ну чем не идеальный кандидат, была бы как за каменной стеной, хотя для защитника это весьма сомнительное место». «Я слышал, вы провалили самостоятельную у магистра Гренда», сказал декан. Из-за того, что он шел впереди и звук устремлялся соответственно туда же, я плохо его слышала. Пришлось поставить экраны, чтобы голос мужчины возвращался ко мне. Все-таки в отработках есть плюс. Я буду постоянно видеть декана, слышать и оставаться часто наедине. хотя с другой стороны это и моя погибель. Ну за что? За что? Да, магистр Диэн, ответила я. Судя по вашей работе, оценка поставлена субъективно. Когда он успел увидеть мою работу? Она же у меня, разве нет? Я скоро буду бояться его доколик и вообще молчать в тряпочку. Ну, хоть личного дневника-то он моего не видел, нужно сжечь его ко всем проклятым богам. Я не успела написать принципы, вздохнула. Декан продолжил путь молча. Когда мы вышли на улицу и направились к телепортационным площадкам, у меня начали дрожать ноги. Нет, 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 он ведь не может на самом деле везти меня на кладбище, он же не идиот, должен понимать. Да, наверное, мы куда-нибудь по его личным делам, точно. Возьмите меня за руку, приказал инкуб. Я легко коснулась ткани рукава чуть подрагивающими пальцами. Магистр Диэн четко выверенными нитями выстроил телепорт, и нас тут же затянуло в его воронку. Ненавижу телепорты, сама хоть и умею их строить, никогда не пользуюсь. Несколько секунд прошло в полной тишине перемещения. Я вцепилась в локоть преподавателя куда сильнее, чем сначала, напрочь забыв о том, с кем я, где и куда. Когда почувствовала землю под ногами, долго боялась открывать глаза. Только не кладбище. «Ваша рука, адепт Катайлы», раздраженно напомнил магистр Диэн. Я сразу же отпустила его, поняв, что вцепилась с такой силой, что синяки останутся. Хотя с его регенерацией они рассосутся за минуту, приятного мало. Подглядев сначала одним глазом и увидев обычную лесную тропинку, я облегченно выдохнула и уже открыла оба. «И вы еще называете себя Щитовиком?» спросил мужчина. «Простите, магистр Диэн, но я думала, что вы переместили нас на кладбище», смутилась я. «Не волнуйтесь, туда мы тоже наведаемся», ухмыльнулся он. «У меня даже мурашки по коже пошли. Как же он пугает этой своей ухмылкой. Даже преподаватели белеют, когда он так делает. Куда уж мне, обычной адептке?» «Интересно, что мы делаем около леса?» «Судя у них могут расти пятистволы огнелисты. Ой, может, я смогу собрать себе немного ингредиентов?» «Как раз хотела обновить запасы. Да и земля в этом лесу обладает особыми свойствами. Жаль, я не могу побыть здесь подольше». Магистр Диэн направился вперед по тропинке, приказав мне не отставать. Я шла следом, стянув с плеча рюкзак и достав оттуда несколько мешочков для ингредиентов, которые таскала с собой на всякий случай. Удалось сорвать парочку редких растений, но из-за декана не было времени договориться с землей насчет особо ценных. Там ведь нужно сначала отблагодарить ее, затем помочь прорасти новому, и только тогда можно забрать старое. Мешочки закончились довольно быстро, я убрала их в рюкзак и закинула его на плечо. Идти по земле в обуви было грустно. Мне хотелось коснуться ее босыми стопами, погладить руками и даже лечь на нее. Я элементаль земли и без нее не могу. Я люблю землю, растения, животных, и они любят меня. Будь это хищник или нет. Такова моя природа, и от нее никуда не деться. Да и не хочется. Иногда я подрабатывала в городе, вырывая кому-нибудь подвалы или укрепляя защиту. Мне не стоит труда все это сделать. В отличие от обычных магов, у нас, элементалей, на нашу стихию резерв не затрачивается. помню, когда-то из-за этого наш народ отлавливали и... Не хочу об этом вспоминать. Мне повезло родиться в другое время. Тайле явно не в первый раз позвал меня декан. Ой, простите, я задумалась, смутилась. Хватит витать в облаках, займитесь делом, сказал он и указал куда-то вперед. Я раздраженно закатила глаза, но направилась куда велят. Кусты шумно расступались, веточками разворачиваясь в сторону, освобождая для меня проход. Мне дико хотелось напакостить и попросить их сомкнуться вокруг магистра Диэна, вступающего следом, но я держалась. Через десяток шагов мы уперлись в зеленую непроглядную живую стену. Она была сделана из множества переплетенных растений шипами. И то тут, то там, даже виднелись небольшие цветочки. У нас такие природные ограждения тоже используются. Простите, магистр Диэн, но где мы? Спросила, прежде чем помогать. У друидов пятой стихии, ответил он. Но ведь они никого к себе не пускают, припомнила я. Именно поэтому ты сейчас и должна заняться делом, указал мужчина на стену. Мою магию они почувствуют сразу. Ну что вы выполнять, адепт Катайлы? Я недоверчиво посмотрела на декана. Он в ответ нахмурился, скрестил руки на груди и пристально уставился на меня своими цвета грозовой тучи глазами. И что мне делать? Как-то все это подозрительно. Повернувшись к стене, я легко коснулась растений пальцами, закрывая глаза для большей синхронизации с природой. Невероятно острые шипы мягко касались кожи. Меня они не могли уколоть, но было щекотно. Немного усилия и преграда медленно начала образовывать дыру, в которую можно было легко пролезть. «Они все равно в курсе, что мы идем», сказала я, открыв глаза. «У них везде слежка стоит». «Знаю», сказал магистр Диэн, «но в случае применения мною магии они могут посчитать это вторжением». «А то, что я тут делаю, значит, не вторжение?» посмотрела на мужчину. «У вас союзный договор, значит, нет», ухмыльнулся он. «Идемте, лучше нам поспешить». Я пропустила инкуба вперед, почувствовав его запах, когда он проходил мимо и опять смутилась. «Как же он все-таки вкусно пахнет». Мне хотелось взять его за руку, притянуть ближе и обнять, утыкаясь носом в шею. «Да, мечтай, Мион», сдалась ты ему. Я не любила самоуверенных и властных людей, они казались мне черствыми и какими-то неживыми. Но меня угораздило влюбиться в нашего декана, которого адепты относили и к самоуверенным, и к самовлюбленным, и ко всем подобным. Теперь я надеялась, что мое мнение поменяется, и он не окажется таким снобом. Как только я перелезла через дыру, живая стена, шелестом закрыла проход. Я без удивления отметила, что никаких следов не осталось, после чего повернулась к довольно серьезному магистру Диану. друиды пятой стихии славились своим умением управлять жизненным циклом растений и животных. Именно они когда-то создали фамильяров, судя по хроникам наших библиотек. Не знаю, так ли это, но это вполне походит на столь сильных магов. Лет десять назад я здесь уже была. Мы приезжали с отцом на какой-то там совет. Разумеется, меня туда не пустили, и я всю ночь играла с сыном местного жреца, которого тоже не особо интересовали взрослые разговоры. Мы одногодки, сейчас он вроде бы учится в Академии разума. Неплохо так устроился. Жаль, не смогу его увидеть сегодня. Вы только посмотрите, раздался звонкий мужской голос. Кто это тут у нас? Сама Миян Тайле? Я повернулась на звук. На меня смотрели озорные голубые глаза среднего роста парня с вьющимися русыми волосами, убранными в высокий хвост. Вот чего у него точно не изменилось это выражение глаз. Столько озорства, что все вокруг разом заражаются неубиваемым желанием набедокурить. Привет, Альян, помахала ему рукой. А кто это с тобой? Парень направился к нам, за ним еще около шести друидов-воинов. Это магистр Диэн, представила я инкуба, декан факультета защитной магии академии стихи. Мужчины обменялись приветствиями, рукопожатиями, глядя друг на друга оценивающе. Воины, держащие руки около рукоятки меча, расслабились, когда Альян показал жестом, что все в порядке. Я тоже облегченно выдохнула. То, что я могу сюда наведываться, это понятно, но насчет магистра Диэна не знаю. Не хотелось бы вызвать межрасовый скандал из-за помощи инкубу. Объяснения, что это мой декан, и я лишь выполняю его приказ, не примут. Идем, Ми, отведем твоего преподавателя к совету, улыбнулся мне друид. Он взял меня за руку, положил ее к себе на локоть, и мы пошли первые. За нами следом вступал магистр Диэн, а за ним воины Альяна. Хотя мы виделись с друидом всего пару-тройку раз, еще в первую встречу оба поняли, что мы, как брат с сестрой, можем болтать безумолку и чувствовать себя в обществе друг друга спокойно. Вот и сейчас Альян улыбался мне, рассказывая про недавнее происшествие с его сестрой, умудрившейся пробраться в комнату к послу светлых эльфов, чтобы срезать небольшой локон его волос. Нужно ей там для каких-то экспериментов, так она решила не париться сильно и сама добыть образец. Ни один эльф ей бы сам ни за что свой волос не дал. И что в итоге? Спросила я, отсмеявшись. Ничего, она умудрилась сбежать раньше, чем он успел понять, что происходит, улыбнулся Альян. Но главный жрец, конечно, догадался, кто это. Да, но не стал ее наказывать. Ни пойман, ни вор, положил вторую руку на мои пальцы парень. Кстати, а почему именно ты сопровождаешь магистра Диэна? «Отработка», вздохнула я. «Что натворила?» «С интересом». «Лучше не спрашивай», покраснела. Альян белозубо улыбнулся и подмигнул мне, понимая, что при собственном дыкане я об этом распространяться не буду. Мне хватило его издевательского тона и письма драконов. Кстати, связаться с ними так и забыла. Завтра свободный от занятий день и... «Ах да, я же и в выходные теперь буду отрабатывать». «Оставайся сегодня на праздник», предложил друид. «На какой?» Я припомнила дату, но ничего такого в голову не приходило. «Помолвка с Аленой и княжича Хартеза», ответил парень. Я споткнулась. «Мия, аккуратней, ты чего?» встревоженно посмотрел на меня Альян. «Нет-нет, ничего, просто не увидела торчащий корень», слабо улыбнулась я. «Княжич Хартез мой сводный брат. На самом деле мы не родственники по крови, он не родной сын князя, а принятый в семью от его второй жены. Он третий претендент на престол и крайне властолюбивый элементаль. Проблема была в том, что я когда-то его отвергла, у меня даже сама эта мысль вызвала тошноту. Он мне не кровник, но официально брат, да и никогда мне не нравился. Мой отказ Хартез принял за вызов и обещал заполучить любой ценой. Конечно же, я ему не нужна ни как любимая, ни как жена, ни как любовница. Ему нужно лишь поставить галочку в своей голове, что крепость по имени Мион завоевана. «Я не могу, Альян, у меня отработки и по выходным», сказала я грустно, хотя в душе впервые была этим отработком рада. «Жаль, Солена была бы рада тебя видеть на своей помолвке», вздохнул друид. Солена старшая сестра Альяна. «Женщины у друидов не могут стоять у власти, так что их используют для заключения выгодных браков. Только вот я не Хартезом. Давно же я не интересовалась подобными делами». «Она», начала была я, «влюблена в него без памяти», успокоил меня друид. «Может быть, у них все нормально и Хартез забыл про меня? Надеюсь, что так. Эта его черта все мое прямо-таки бесила. Никогда не понимала, зачем ему то, что на самом деле напрочь не нужно». Дальше мы разговаривали о новых видах растений, которые вывела команда «Элит», «Элементаль» и «Друид». Последние пару лет жрецы ввели такую практику, чтобы юные ученые не тратили свои мозги попусту и работали на благо общества. «Природа не просто так дала нам такие способности, позволяя управлять ее детьми. Разве неправильно ли будет это использовать? «А как Калли?» спросила я про любимого зверя Альяна. «Обзавелся волчатами, бегает с ними по городу и нарушает покой», улыбнулся друид. «Они очень милые, ты их увидишь». «Здорово, когда я его видела, он был еще маленьким», припомнила. «Гонялся вместе с нами по лесу». «Он мы сейчас придем в какую-нибудь таверну, выпьем там Эля и отправимся куда-нибудь бедокурить. Хотя, учитывая последнее событие, что-то уже не очень хочется пить напитки крепче сока». «Магистр Диэн», услышала я чей-то голос, развеявший все мои ощущения. «Рад вас видеть на землях друидов пятой стихии». К нам вышел высокий мужчина в белом костюме с русыми вьющимися волосами и голубыми глазами. Отец Альяна тепло улыбнулся мне и обратил свой спокойный взгляд на Инкуба. Мы отошли в сторону, чтобы пропустить главного жреца. Я мельком глянула на декана и встретила его пристальный, я бы назвала его сканирующим, взгляд. Покраснев, опустила очи долу. Бесит меня собственная реакция на него. Злит неимоверно. Чего я как маленькая девочка себя веду? Нужно гордо выпрямить спину, вздернуть подбородок и посмотреть на него так же. Конечно же, сделать я так не решилась, молча отправившись за степенно шествующими друидом и инкубом. Альян сохранял вежливо отстраненное выражение лица, вспомнив, кто здесь наследник. Я улыбнулась ему и хотела вытащить руку, но он ее удержал. Поздно уже, прошептал мне на ухо парень. Да и ты же знаешь, что отец ничего такого не подумает. Мы шли молча, слушая разговор двоих старших. Они не стали отгораживаться экранами от прослушки. Главный жрец доверял сыну, а я... меня, наверное, просто в расчет не брали. Что вас привело на наши земли, магистр Диэн? Спросил инкуба главный жрец. Я хотел поговорить с вами о сотрудничестве с кафедрой защитной магии Академии стихий, ответил декан. Дело в том, что я хочу собрать группу исследователей по типу Элида. Предложение с вами? Деловой тон. Да. Приблизительный состав группы уже есть? В группу уже приняты восемь элементарий по два от каждой стихии, два некроманта и требуется еще два друида по специальности жизнь. Я удивленно смотрела на спину декана. Он занимается чем-то исследовательским? Не знала. Я вообще не знала, что в Академии есть что-то такое. Интересно, а по артефакторскому делу есть что-нибудь? Было бы здорово.